Здравствуйте, подписчики нашего канала! Приветствуем вас на очередном живом мастер-классе! Мы сейчас сплетем для наших шкатулочек крышечки. Я возьму 8 трубочек и по 4 уложу крест-накрест. Немножечко проминаю серединку, чтобы не топорщилась она сильно. Две трубочки соединила между собой, склеила. Сминаю их вот такой шпилькой. Обнимаем 4 трубочки. И первый рядочек мы проплетаем по 4 трубочки обычной веревочкой. Одна сверху, одна вниз. Вот это у нас первый рядочек. Теперь будем разводить наши трубочки по 2 и оплетать будем по 2 трубочки. Стараемся укладывать как можно ближе виток к витку. Ну, прям вот насколько это возможно. И второй рядок. Будем плести на плоскости, чтобы наши крышки были не какие-то гнутые, а чтобы они были ровненькие. И вот так вот мы сейчас оплетем. Сейчас я буду наращивать наши трубочки. Мы оплетем, наверное, 4 рядочка. Не считая первой, да, будем 4 рядочка будем оплетать по 2 трубочки. А потом будем разводить. Может быть, это будет 5 рядочков. Вот смотрите, мы проплели первый рядочек по 4 трубочки. А потом 5 рядочков, 5 по 2 трубочки. И вот у нас теперь достаточное расстояние. Нам нужно разводить наши стоечки по одной. И мы будем вот так с помощью шила или с помощью шпажки прям вот так раздвигаем трубочки наши. И нам будет очень легко проплетать. Раздвигаем прям все. И плетем той же самой веревочкой по одной трубочке. И вот на этом этапе начинайте уже свою крышечку примерять к шкатулке, чтобы нам сплести точно по размеру. И плетем по одной. Пальчиками прижимайте плетение витки к витку, чтобы у нас оно было не рыхлое, а плотненькое. Наращиваем наши трубочки. Тапелька клея. Все. Продолжаем. И вот так до самого конца рядочка. И потом мы с вами еще поплетем. Ну, рядочка 3-4, наверное. Но ориентироваться каждый будет по своей шкатулке, потому что у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Где-то кому-то понадобится 4 рядочка, а кому-то 5. Мы начали плести четвертый рядочек по одной трубочке. Вот мы сплели 5 по 2, а плели. Теперь четвертый ряд по одной. И вот примеряем нашу шкатулку. Она у нас небольшая. Ну, вот еще 3 рядочка нам надо сплести точно. Но примерять будем через 2. Через 2 рядочка еще примерим. Посмотрим, как нам быть. Про плетя 6 рядочков. Мы примеряем нашу шкатулку. И вот в камеру видно, что она идеальна прям вот по размеру. А вот мне кажется, что она немножечко... Что вот мне еще... Вот еще 3 стоечки мне бы надо добавить. Чуть-чуть. И будет хорошо. Сейчас, секунду. Прям я сейчас еще померяю. Потому что в камеру прям хорошо. А вот почему-то так глазом видно, что хочется еще немножечко, чтобы у нас нигде ничего не торчало. Тем более, когда будем бортик плести, мы еще немножко утянем плетение. Ну вот все. Вот теперь все. Давайте покажу. Вот так. Вот такая штука. Мы не будем плести сегодня сложных крышек, потому что у нас сегодня такая задача. Мы плетем простое изделие очень. Вот наша крышечка. Все. Мы заканчиваем. Закрываем сейчас рабочие трубочки. Закрываем их прям в плетение, как всегда. Сейчас, секундочку. Возьмем, отрезаем кончик. В кармашек прячем нашу рабочую трубочку. И вторую прячем к соседней. Вот так. Все. Сейчас будем выплетать бортик нашей крышки. Бортик будем плести самым простым способом. То есть мы наши трубочки завернем сюда или сюда в какую-то сторону. Сейчас в одну. И нам нужно так сделать, чтобы нам попасть внутрь нашей шкатулки. Вот три рядочка простой веревочки. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы бортик нам нормально в шкатулку вошел. Чтобы крышка у нас не застряла наверху. И в то же время не сильно там болталась. Вот таким образом я наши трубочки буду укладывать. Вставлять в плетение. Даже я думаю, что их надо увлажнить. Вот так мы продеваем наши трубочки сквозь плетение. Получается и бортик здесь симпатичный. И в то же время, вот они, видите, с внутренней стороны будет у нас вот на этих трубочках шкатулочный бортик. Так, продолжаем. Здесь хорошо видно прямо эти отверстия. Рядом со стойками вставляем, чтобы было... Можно вставлять и рядом со своей стойкой. Тогда будут вот эти виточки, они будут ровненькие, не наискосок. Но мне кажется, вот наискосок красиво. И вот мы все трубочки вывели наизнанку нашей крышки. Примеряем. Вот такая у нас медуза. Ну, вот так у нас будет крышечка лежать. Так будет крышечка лежать. Нужно будет ее, когда мы будем с вами ее лакировать, нужно будет ее прям вот потянуть, чтобы она ровненькая была. Так, все, осталось нам только сплести рядочка три бортика. Чтобы бортик сплести, мы соединим вместе две рабочих трубочки. И начнем оплетать. Вот с любого места мы не будем даже заморачиваться, с какого места начать. И простой веревочкой вот эти все у нас, все кривые, все мятые хвостики, все будем оплетать вот сюда в веревочку. И сделаем два рядочка, а может быть три, три рядочка. Наш бортик. Все, наращиваем, как обычно, наращиваем трубочки. И тоже делаем наращивание застойками. Пара капелек клея. Вот это место я накрою прям трубочкой. Да, вот это место, откуда мы начали, я накрою трубочкой. Сплету один кусочек обратной веревочки. То есть под рабочей пропущу. И дальше у нас, и дальше бежит у нас опять веревочка. Зато вот это место у нас прикрытое, красивое. И вот сплетя три рядочка бортика, нам вполне достаточно, больше нам не нужно. Все, рабочие трубочки закрываем. Закрываем обычным способом. Так, стойки прячем в плетение с помощью шила, который от меня убегает. Можно было бы сюда капнуть капельку клея, но мы сейчас будем лакировать. Поэтому у нас все это и так закрепится. И сюда. Так, шилом кармашек готовим. Прячем хвостик. Плотное плетение. Прям вот так. Вот эти все хвосты мы просто срезаем. Прям под корешок. И нам осталось с вами только прицепить ручку для нашей крышечки. Ручкой будет у нас служить деревянная бусина. И с помощью шпагата мы эту деревянную бусину привяжем прямо к нашей крышечке. Вот такой бортик. Вот так мы надели. Все. У нас все вот она. Никуда не убегает. И, в общем-то, сильно не ерзает. Видите, как отличается цвет? Не лакированный от лакированного. Лакированный прям шоколадный. Нам будет достаточно 30-40 см вот такого шпагата. Почему именно шпагат, а не какая-то нитка? В общем-то, мы ориентировались на цвет мешковины. Шпагат в цвет мешковины. То есть и бусина в цвет нашей шкатулки. Вот. Это может быть любая нитка. Вязальная я имею в виду. Нитка толстая. Это может быть вот такой вот льняной шпагат. Это джутовый. А вот такой вот есть льняной шпагат. Он светленький. Шпагаты бывают и крашеные, я видела. И красные, и зеленые. А мы пока вот так вот нашу бусину с помощью шила проделаем вот так отверстие. Вот оно, видите, вот. Тик. Почти незаметное отверстие. Но шпагат в него вкрутить можно. Я его прям в закручиваю шпагат, и он сам туда продевается. Вот он. Раз. И с другой стороны. Сюда. Если не вставляется, то можно прям нашим клеем полимерным вот так вот сделать капельку клея нанести на кончик и сформировать вот такой вот. Дать минутку высохнуть, и у нас будет с вами остренькая. Остренький кончик, который вообще очень легко вставляется. Мне даже не пришлось даже минутки ждать. Теперь здесь меняю местами наши шпагатинки. Так, на этот краешек тоже капну капельку. Мне понравилось, что не надо его крутить. Притянем немножко эту ниточку. Наверное, еще придется немножко. И протягиваем. Вот он. И буквально пара витков вот таких, да, то есть не вплотную. Она может даже вот так немножко ходить, двигаться. С этой стороны. Тоже сейчас подвинем немножко. Можно это делать, использовать крючок вязальный. Будет еще проще. У моей бусины большие отверстия, примерно 5 мм. Поэтому шпагат, в принципе, у нас вот так вот продевается сквозь бусинку. Можно завязать здесь узелок. Можно завязать узелок и капельку клея капнуть, зафиксировать. Или ПВА, или полимерный. Можно зафиксировать клеем и срезать эти хвостики. А можно, например, завязать бантик. Но было бы хорошо, если бы вот эти хвостики были подлиньше. И тогда можно было бы узелки еще сделать на наших. И все равно вот легко распускается. Давайте сейчас мы капельку клея тоже капнем. И тогда уже точно наш бантик не развяжется. Лакируем.